На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте! В группе А чемпионаты Беларуси по гонболу среди женских команд состоялись очередные поединки. Фавориты подтвердили свой статус. БНТУ БелАЗ был сильнее Витебчанки 43-20. Гонбольный клуб Гомель на домашнем паркете куда более скромно одолел городничанку. В первом тайме гости еще сопротивлялись, уступив только три мяча, а вот во втором на площадке доминировали хозяйки. За полчаса они позволили гродненской команде забросить лишь трижды. Итоговый счет 31-15 в пользу Гомеля. Напомню, что дружина Тома Жачатара сейчас возглавляет турнирную таблицу БНТУ, отстает на 4 пункта. В группе Б мужского гонбольного чемпионата страны Гомель продолжает борьбу за пятую строку. Накануне Бресте в рамках третьего тура подопечные Сергея Цыганкова обыграли Скар Гуорм 34-25. А сегодня были сильнее хозяев БГК-2. В пятницу Гомелю предстоит поединок против молодежной сборной страны. Четвертый заключительный тур чемпионата страны в группе Б состоится в Гомеле с 24 по 26 мая. В Ашмянах завтра стартует международный турнир по гандболу на призы олимпийского чемпиона Андрея Барбашинского. В состязаться будут юноши 2004-2005 годов рождения. Команда Гомельской области на групповом этапе сыграет с дружинами из Гродненской области Ашмян, Польского Гданьска и Молдавского Кишинева. Группу Б составили команды столичных РЦОРа из КАМ, российского Чехова, сборной Одесской области и Латвии. Предварительный этап завершится 28 апреля. На следующий день пройдут стыковые поединки, в которых разыграют итоговые места. В Гомере на стадионе «Луч» состоялась областная спартакиада детско-юношеских спортивных школ по легкой атлетике. Соревнования проходили в двух возрастных категориях. Среди спортсменов в возрасте 14-15 лет в группе А победу одержала команда Гомельской из Дюшор профсоюзов СОЖ. На второй строке дружина Гомельской из Дюшор БФСО «Динамо» замкнули тройку сильнейших воспитанники Жлобинской Дю США. В группе Б места распределились следующим образом. Победила Добружская Дю США, на втором месте Ельская, на третьем – Хойникская. В возрастной категории 16-17 лет в группе А общий зачет возглавила Жлобинская Дю США. Далее расположились областной центр Олимпийского резерва по легкой атлетике и из Дюшор профсоюзов СОЖ. В группе Б победили спортсмены из Ельска. Вторыми стали воспитанники Хойникской Дю США, третьими – Брагинской спортшколы. Победители областной спартакиады отправятся на республиканские соревнования. В старшей возрастной группе они пройдут с 11 по 13 мая в Бресте. Младшие будут состязаться в Витебске с 22 по 24 мая. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова